Время всего 7 часов 6 минут утра. Сегодня, наверное, у нас 18 июля 2015 года, а то я где-то сказал 14 года. Поправка должна быть там. Теперь ваши вопросы и ответы. Для всех новокрещенных как развивать дар, который был дан при крещении? Какие вы советы дадите? Я другого пути не знаю. Это труд. Это труд. Вот я имею навык какой. Поэтому я не настаиваю, что только так. Но у меня главное это молитва. Молитва 7-кратно в день. Я помолился по метку. Надежда Васильевна вчера два раза зашла ко мне. Она два раза закончила тем, что пришла по полной программе. Три святые и 100 поклонов своими словами. Звонят Алевтина. Вчера там у меня инфаркт был, дескать. Оказалось там полегче. И это все для нас молитва. Тут уже сообщили Сергея более больших козлов. Мы сразу начали молиться. И поэтому я днем Сергея просто в охапки несу перед Богом. Другого пути просто я не знаю. И следить за собой. И когда молишься вот сейчас-то, даже я глухой, так можно сказать. И у меня не простая глухота, а шепотная речь, как Вы видели мне. То есть рядом по трубке я совершенно свободно слушаю. И никто не догадается, что я... А именно чуть подальше у меня не срабатывает. Она проткнута у меня перепонка. Физическое, ну механическое, как сказать, физическое повреждение. Поэтому относительно того, как вот это сохранить в себе это... Ну я уже не говорю, получил или не получил. Радость была у всех. Я говорил об этом, никого не бойся перед Богом свидетельствовать. А то у меня некоторые уже сейчас что-то где-то как-то... Как-то удар сгладить бы, чтобы они все знали где-то. Я никогда ни одной минуты так не жил. Поэтому я свободный. Я свободен в полный рост. Свободен. Все-таки мне 77-й год идет. Вашей маме сколько? 53. 53. То есть я Вам вполне подхожу с дедушкой. Мама 53. Вполне ничего такого нет. Это вот 23 года она бы родилась у меня, мама ваша. Вот. Я нигде, никогда не стоял вот так вот, крючком. Я всегда стою прямо, разговариваю, относиться... Не то, что я такой смелый, врежу в глаза. Правда не так. Я все высчитываю. Бог дал мне память. Как написано, ему мой не источен блудом. Это главное. И поэтому я быстро высчитываю. Стоит ли говорить? Первый вопрос. Стоит ли? И когда заходят в интернете, я очень редко выхожу. Очень редко. Особенно на ютубе. Там все сказано. Я даю большие материалы, крещение, покаяние. Видел, какие там есть. И все. А он выходит, что-то вякает. Вижу, что он не друг. Не друг. Я вот просто заблокирую на этом конец. Или там модератор это сделает. Администраторы занимаются. А то обычно они это все делают. Вот. Я знаю эту молитву. Поэтому я разговариваю громко, как глухой. Но когда молишься, после этого мне разговаривать вообще не хочется. А если говорить чуть ли не шепотом. Как будто я что-то спугнул. Понимаете? Я батюшке говорю, батюшка, а какое это чувство? Его нигде я не считал даже. Это особое чувство благоговения, когда я плыву, раскинув руки в благодати. Это у Иезекииля написано. Зашел по колено, была благодать, река текла из-под храма. Потом по поясу, а потом раскинул руки и поплыл. У меня вот это бывает часто очень. Я раскинул руки и просто плыву. И меня осуждают. Некоторые с голубями возятся. Вожусь. Люблю. Благодарю Бога. И даже, а будут ли голуби в вечности там? Я написал. И верю, что там голуби будут. Потому что даже об этом. Меня за счет только не судят. Вожусь с кошками, столько кошек. Вот сейчас с собаками, я знаю, за это будут судить. А они все меня любят. Она наша, я не могу ее согнать. Вот понимаешь как? Я жену спрашиваю. Ее кошка, она такая была подкастрированная. Ну, как они это называют? С кошками-то что делать, чтобы не приносили-то? Вот. Стерилизация или что-то? Она на руки... Когда в последний раз брала? Она не помнит. А у меня они с колен не слазят. Зато 20 раз сажусь, и 20 раз она залезет. Скотина понимает. С этим познакомились, на шаг уже не куда. Это шарик. Это внутренний мир. А они судят, а мне никакой разницы нет. А ваши книги, кто их считает? Тут один нашелся. Правильно. Это, говорит, непосторальный роман. Но если кто считает, они приезжают. Они приезжают и для других. И вот сейчас приехал Михаил, она выслала. Там одной она подарила, Новый Завет. Нина Филонова с Тимиртау. У нее где-то... Ей бы получить. Я ее послал. Она говорит, у меня остались там 4 тома раздала. Я ее нагрузил, он ее рюкзак едва вытащил. Она счастлива. Она пенсионерка. Счастлива. Она прислала деньги. Там я на эту сумму почти наложил книг. То есть я все время в движении. И возраст человека определяется и его востребованностью. Я востребован по сегодняшний день. Вот они уезжали. Я положил себе воскресенье. Всех наградить книгами. Всех до одного. И всем Новый Завет. Трехтомник. К истинному православию. До слова Божия не трус. Для меня это не в ущерб. Книги пока есть эти. А кому надо, полные купят. То есть, ну, во всем надо искать, возгревать в себе дар. Эти люди молятся, да. Вот сейчас Галендухин прислал. Как они, как я рад, что познакомились. И близко. И обязательно там уже приготовляются. Вот. И другие. Михаил, вот считаю, послезатор уже выезжает. Кадмаю. С Симиртаву. Это наши друзья. Мы не просто привели к озеру, батюшка укунул и все. Это друзья. Они начинают работать там, где они есть. Они терпят гонения. Почти все терпят гонения. Гонения. Это означает путь правильный. Если нечестивое сборище тебя преследует, то ты радуешься. А если враг тебя хвалит, всегда подумай, какую глупость ты сделал, если враг тебя хвалит. Вот и все. Наших людей мало кто хвалит. Но и обвинить их никто не может. Мы восстали против беззакония в церкви. В церкви. Чтобы таинства совершались правильно. Согласно канонам. Чтобы люди заботились о рождении свыше. Чтобы жили по-христиански. Чтобы православие не было позором для мира. Твоя мама-то была что-то против. И будто бы стала понимать, что мы православные. Доходят до нее. Если она на фейсбук выставляет это. Я подумал об этом. Маме тоже идет работа. И когда она увидит у тебя все как положено. Что на ты называй ничего. Молоденькая для меня. Поэтому и в маме будет перемена. Она вас любит. И понятно. Я не знаю, сестры-братья-то есть у ней. Ну тем более. Все сокровище в одном. Смотри. Ты тронешь и Анну отвечать будешь. Ты не гляди, что я сижу. Я тоже могу подкрасить. Чтобы никаких жалоб не было. Все разрешайте разумно. Ну это так сказал. Для юмора. Он дунет. Меня и нету. Как пушистый Игорь Шмель. Как писал этот Макаров. Дунь говорит и разлетится. Вот так. Ответ мой один. Только молитва. Молитва это всегда пост. Милостыни. Они идут вместе. Когда говорю молитва. Это означает раз молишься. Бог побуждает тебя к посту. Все посты православные соблюдать. Ты молишься. Значит у тебя все время будут средства откладываться. И не как десятина должна быть мертва. Вот я рассказываю. У меня пенсия пять тысяч шестьсот семьдесят два. Шесть тысяч пятьсот семьдесят два. Добавками. Со всеми льготами. То есть пенсия бомжа. Мне не давали работать. Держали при милиции. Во внеедовственной охране. У меня тридцать пять лет трудового стажа. И такая пенсия. Ну и что? Надо хлопотать ходить. Все хлопотать. Я работал сегодня это за границей. В Латвии где-то. В других местах. Может быть. Можно было бы. Президентским указом. Ну кто это сделает? Я работал. Мне не давали. Я бы работал. Прорабам не давали. Я на стройке работал. Меня выгоняли. Везде выгоняли. Почему бы? Я был не мертвый. Но я работал. Недавно один говорит. А тебе чего? Если недоволен ты. Третьи дни. Три дня когда был. Вот через три дня мои вахты были. Ты делал пещи. Ты сколько зарабатывал? Ну за день я иногда зарабатывал. Сколько за месяц? Ты помнишь? Мы базу, я говорю, ремонтировали. Ну не больше двадцати. Дней пятнадцать мы базу ремонтировали. Ну конечно. До глубокой ночи. И я получил семьсот двадцать рублей. Это десять окладов. Годовой заработок. У меня были деньги? А иначе откуда бы еще у меня было? И пленки и проще. Но все это ушло на дело Божие. И Бог видит это. Бог знает. И Бог благословляет. Вот сейчас съехать денег нет на благовестие. И вдруг находится человек и сразу необходимо. Необходимо. А речь идет не о двух рублях. В прошлом году четыреста сорок тысяч только ушло. И стоит того. Бог рассудит. Я даже это не высчитываю. А кто там будет читать? Никак. Книги не запрещены. А почему? А мне тут ответили сейчас. Ответили. Потому что они не внесены в библиотечный реестр. А где-то в Москве заносятся книги только. Я и не знал про это. Но они на столах. А они стоят у них. В реестре их нет. А некоторые звонили. Вот проверку диалога. Брат один. И говорят. А их тут у нас нет. Это означает в реестре нет. А ему ответили в Московской области. Батуйгину. Что эти книги восполняют у нас утерянные. И мы их предлагаем считателям. Они наоборот вышли на первое место. И книги-то все остальные где-то. А эти на столе и прям тут же стоят. Мы, говорит, в первую очередь стараемся дать людям. Мы поняли, что это за книги. А говорить, вот мы отдали их. А в частном лучше было бы. Никак не лучше. Это не одна книга, а 38. В частном порядке кто когда откроет. Он один. Почитал сегодня один. Я говорю, ты прочитал? Да, конечно нет. Я одну книгу еще не прочитал. А это 38 человек могут взять. И мне звонят в других мест. А где у вас дальше книги, которые видно, что не окончены. Я говорю, еще три. И плюс стихов четыре тома по 800 страниц. Все стоят в интернете. То есть семь книг не опубликованы. Но я прекратил. Я в этом деле умею себе преграду поставить. Ни одного стихотворения, ни одной книги, ни статей, ничего нет. Вот проповеди не прекратил. Но только там, где далеко, за границей. Там я проповедовал. Вот это все время надо себе возгребать. Я говорю, мог не лезть сюда. Но здесь идет работа. Вот эти ролики снимаем. С вами беседуем. Вы не возражаете, что это выставлено будет? Это все полезно. У нас нет ворованного. Я тут ролик выставил. Почему люди боятся видеосъемки? Потому что тайный скрытый грех. Больше ничем нельзя объяснить. Ничем. Они прямо умирают буквально. Или не выставляйте мое там, или со мной. Это тайный скрытый грех. Эти люди, как правило, меня обвиняют в гордости. Пусть кто будет слушать, не подумать. Я конкретизирую о ком-то. Я знаю, которые здесь у нас есть. Потеряевки живут здесь. Они нигде не участвуют. Вот спросили здесь одного. Почему не был? Ему и тесть приехал. Баптист. Почему не были? Такое торжество. Ответ. А я там никого не знаю. Я тебя никого не знаю. Так приехали-то я и не знал. Я ни Андрусенко не знал. Это Марьясова один раз видел. Ни жены его не знал. Ни Галендухина приехали. Не знал. Но то, что ты не знал, они тоже друг друга не знали. Но познакомились, родные поехали. То есть это не только не работник. Ему это не нужно совсем. А я никого не знал. Ну, Тритон понимает, что это гигантский труд. Это душа человека. Как мне сказали, что-то эти отступники у нас ушли. Они вместе, Галя с Женей, это там что-то уже не ладят. А по-другому не может быть. Потому что они пошли за духом зла и раздора. А у нас все новое, новые души. И они работают. Если дальше Господь благословит, у нас будут дети с воспитателями из других городов. Они увидели. Раньше из Одессы других мест приезжали. И нынче это может быть. Вот труд. Рано вставать. 4.40. Ведь его будить не надо. Поддерживай в этом. Не думай лежать дальше. Никогда. Лежь раньше. Обязательно постарайтесь, чтобы была ночная молитва. Установите. Я про него не спрашивал и никогда не спрашиваю. Потому что у самого короткая молитва. Но короткая это вот то, что и есть. 7 минут. Еще можешь, еще встань. Если требуется больше, посчитай псалтырь. Но я не способен на это. У меня на таком напряге организм идет. Я едва до кровати дотянулся. Упал. И другой раз на себя ничего не дотянул. Пещи когда делал, зашел, вызвал. Мне 26 лет. Я в силе. Через порог упал и так и уснул. 6 пещей я отремонтировал за один день. Лещи даже никто не верит по сегодняшний день. Но у меня все время выработка 300%, 280 была. То есть неукротимость. Я жил азартно в этой жизни. Нехорошее слово может быть. Но я его в хорошем смысле. То есть все время должно делать живость. А не плесить что-то. Если лагерь, значит лагерь. Как у меня были здесь. Говорят, мы у себя лагерь организовали. Там я говорю, ну конечно не такой крутой, как у вас. А до Арсения был в Лесосибирске. Не такой. То есть вставать только они не могут. Наказания физического нету. Нету. Ну и дальше так. Строго соблюдать посты тоже этого нет. То есть подгоняют где-то. Ежедневно, утреннее. Дальше что-то они могут сделать. А другого нет. То есть я называю несколько параметров нашего лагеря, которые им недостижимы. Костер они могут сделать. Евангелие просчитать могут. Туристический поход за Солодкой, конечно, не пойдут. А у меня вот есть такое, что четыре раза в день полную разборку делать. Этого нет нигде. Я по сегодняшней день не слыхал даже. Нет нигде. И такие правила, чтобы дети не... Там проще и проще. Для детей устав. Устава такого нет нигде. Вот так. Поэтому Вот оно тебе. Это все возгревает дар, который Бог дал. А вот если отнять? Отнять, я немедленно начну строить другое. А что? Не общину образовывать. Общину не развалить. Бог милый. Это про Соломона говорят. Вроде сказки. Он попал когда в ад. И там дрова все есть. И он что-то начал строить. А дьявол говорит, ты что делаешь? Он говорит, храм построил. Дьявол выгнал его оттуда. Не хватало еще в аду храма. Я подумал, я как Соломон. Я обязательно сразу же начну другое делать. Сразу же. В этот же день. Даже не после обеда. У меня нет чего-то. Где-то там украли. Или что-то. Я сразу же начинаю делать. У меня еще больше. Почему? Теперь я настраиваю себя только быть благодарным. Бога не огневить. Это от Бога было. И все. Вы посмотрите. Это такая... Люди смотрят. Да наведите у себя порядок сначала. Что вы там учите? Это говорит, в первую очередь, я не подкаблучшусь. Жена здесь. Она... Ну, разреши. Я зайду там побелить. Разрешу их один раз зайти. На Пасху. Это для нее праздник что-то у меня убрать. Она частюлька такая. А теперь, теперь... Не надо ничего. Вот у меня в каком виде здесь есть. Вот посмотри, как оно смято. Это военная палатка лежит. Это означает, я на это не тращу ни одной минуты времени. Посмотри везде. Как будто разбросано. На самом деле у каждой вещи свой порядок. Вот она побыла, кошка лежит. Ко мной мешает. Рядом лежит дневник. Дневник лежит. Это вот я молюсь и помолился, черточку поставил. Здесь что? Лежит аппарат. Щетки лежат. Вот она лежит разбросанной тряпочкой. Нет, это бесплатная тряпочка. Я вам дам починять что-то. Здесь тоже. Куда ни глянь. Ну, яролаж настоящий. Но это только на первый взгляд. Порядок тогда, когда я любую вещь могу найти с закрытыми глазами. Я ночью стою, я знаю, где что лежит ночью. Это означает, у меня как раз порядок. И я, то, что у меня лежит, я этим пользуюсь постоянно. А у него все вырезано стоит, он не может книжку найти где-то. А я только сунул палец, я в пеноте могу найти. Почему я постоянно этим пользуюсь. Поняла? Это возгревает дар. И никогда не держи. Не. Никогда не завидуй. Никогда не ревнуй. Тебе сейчас это может подходить. Не ревнуй. Не злись. Не злопамятствуй. Не гневайся. Не обижайся. Не, 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 не. Тут будет духовный рост. А беда вообще не христианское дело. Прежде чем ему что-то говорить, выговорить, помолись. Назначь тебе день, два, три, и ты увидишь. Ну, что? Ну, давай, давай, давай. Вот она как. Я ее не трогаю. Сама должна залезть. Сама избрала меня. Теперь уж терпи. Девать ей некуда. Почему? Вот, смотри. Это вот означает глажу. И когда глухонимые показывают, они показывают кошка. Или любить жену одинаково. Она как кошка. Погладила. И все время будет настоять. Ничего этого не требуй. Удовольствие самолы. Жена, если он во сколько скажет, к семье, запомни хорошо и переспрашивай. Завтра к этому времени готовить, чтобы все было готово на столе. Ну, это уже любая тебе. А что ты долго спишь? А потому что муж, говорит, проспал пока. А муж, говорит, работает. Когда ему надо было, говорит, бодрствовать, а теперь он на мне женился. Он проспал этот момент, когда выбрал меня. Теперь я могу лежать спокойно отдыхать, чтобы такого не было. Ты наоборот, будь помощница. А то будь спутница, а она спутанница. Жена тому спасаться настолько труднее, как труднее бежать со спутанными ногами. Это почти всегда. А будут дети, ну, тут уже другое. Как у меня был знакомый один. Он долго не женился. Ну, а потом понравилась одна. Даже с ней не договорился и пришел советоваться жениться. Я говорю, ты женишься, дети будут. А ведь могут быть, он говорит. Ну, могут быть. А потом поставил, говорит, наверное, плакать ночами будут. И плакать будут. Так и не женился. Ты должен все переменить в себе. Тебе это все позади осталось. Дети будут плакать. Это все должно быть в радость. Его плащ, Василий Вики говорит, выражается молитва. Дети не плащут, они молятся слезами. Они просят перед Богом. И так мы должны понимать. Вот. У меня есть опыт. И опыт, он не всем подходящий. Как и что. Это в другом месте поговорить можно. Как только замуж выйдешь, попадаешь, потеряешь скил устав. И там никаких сделок финансовых, вещевых без совета с мужем не делать. Это запрет. Ничего нет. Там продать, обменять или взаймы взять. Ничего. Только чтобы. А если где-то я скажу, у кого что можно брать, а у кого не брать. Есть у меня один человек здесь, который все время я о нем говорю. У него ничего не брать. Если дает, несколько раз переспроси. Это без отдачи. Это навсегда. Ты даешь по-хорошему. Требовать не будешь. То есть, вот такими, ты знаешь, о ком говоришь. Все это обставь, чтобы она после нельзя. Иначе она потребует и будет у тебя из горла вытаскивать свое. А это мое. Поэтому никогда с этим человеком он тебе расскажет, о ком я говорю. Никаких сделать не делать. Ну, у тебя нет картошки. Займи у другого. Обойди этот дом. А на самом деле эта душа очень добрая. Если думает, она тебя завалит добром своим. Но только знай, что ты даешь, даешь бесплатно, переспроси. Иначе она тебе не угодила. Она немедленно потребует. Скажет, моя картошка еще бы приросла, сколько ты не отдала там. И проще. Это сатана мучает. Сатана. Стребролюбие корень всех зол в человеке сидит. А ты дай и никогда не считай, что его облагодетельствовал. Только. Но и себя. Тебе Бог дозволил. Ты хорошо сделал, что никому больше не пошел. Вот она никому не пошла. И Ваос сказал, ты хорошо сделал, не пошел. Ты не пошла молодых парней искать. А ты заехала потеряя, в кубунок его легла. А теперь, а дальше все остальное он устроил. Руфь. Так она сделала? Это было бы охвалу. А дальше уже. А вид. И сей. Ну и Давид. Вот так. В семейной жизни несколько вариантов. Несколько. Иногда просто помощники. Есть выражение, живут как брат с сестрой. Иногда воздержание. Сказали, у нас будет ребенок. Один нам достаточно. Дальше только работаем. Мы трудимся. И оба воздержали. И этим не мучаются. Это у Мелани было так. Муж сказал. Она говорит. А я хочу, чтобы мы жили как брат с сестрой. Он говорит. Не будет этого. Даже не разговаривай. И первая беременность. Едва не кончилась смерть. И тогда он дал слово. Больше к ней не прикоснется. Жития святых. То есть это одобряется. И церковь прославляет такую жизнь. Они вообще ничего не знают. Инна Ильич, шторку можно прикрыть немножко. Ага. А то солнце на яну падает. Так, ладно? Да. Все. Вот. Вопросы? Насчет благовестия. Какие вы советовали? Как? Насчет благовестия. А вот как раз только следующее воскресенье уже поедете. Договориться с машиной. После свадьбы уже поедете. Все остальное он знает. Тут я уже вам не учитель. В интернете и другое он везде был и все знает. Он проехал по всем заграницам. Я все вспоминаю, как это Сниткина, она кажется, Анна Григорьевна стала. После смерти этой Дмитриевны она у него была. Жена умерла. И у него там все время с ней были неурядицы. А это молодая секретарша. И он и написал, говорит, как мы, говорит, сочиняли и до чего мы до сочинялись. Ее считали машиной по перепечатке его трудов. Его уже не стало. Она распространяла. То есть сколько? Это шестеро, что ли, детей было у них. Это фильм против него поставили. Это Чубайс. Я сразу понял. Это его заказ. Чубайсовский, я против сегодня. Он такой, он там в Уни где-то был. Все это выдумка стопроцентная. Это он сам такой, из себя образец написал. Это Чубайсовы заказы. Почему? Потому что у него статья есть разгромная о евреях. Они никогда никому не прощают. Никогда и никому. Если про евреев сказал плохо. А плохо, это синдром Ахава. Он обо мне не говорит хорошо. Я знаю, откуда это идет. У меня интересно. Хороший был писатель. Просто хороший. Православный христианин. И как-то где-то он меня в трудах моих нашел, что я говорю о протоколах сионских мудрецов. Игнатий Тихонович. Ну, это же подделка царской охранки. Я говорю, почему подделкой называют его только евреи и полукровки? А вот полукровка. Я не ожидал этой реакции. У нас хорошее отношение. Он писатель, известный. И имел доступ к архивам КГБ. Просто, ну, замечательный человек. Он, наверное, как будто бы его подменили. И он мне хотел рецензии дать на первые четыре книги. Посылаю книги ни звука, ни ответа. И вдруг у него, считай, он выводит героя одного под именем Лапкина Игнатий Тихоновича. Ну, ясно дело, что Лапкин, да еще Игнатий Тихонович, нет такого больше ни в интернете, во всей сети, ни вконтакте, ни в одноклассниках. Нигде этого нет. Даже Игнатий Тихонович, и то нему нельзя найти. Ну, это не Владимир Николаевич. Как у нас в городе Владимир Николаевич. Глава администрации его. Он погиб второй на его место. Начальник тюрьмы. У меня, кажется, пять или шесть начальников было. Первых лиц Каратайского края Владимира Николаевича. И он выводит героя какого-то старого, ну, это вроде лет двести назад, какой-то сторож. То есть, я понял, он даже этим решил ткнуть. Это после того, как мы были знакомы. И он отсылался обо мне, такими возвышенными словами называл миссионер. И он за то, чтобы не воевали, были мирные где-то. Я к евреям отношусь так, как повеляет Писание. Благословляй семья Авраама. Я их благословляю. Если я их благословляю, это означает, желаю, чтобы они уверовали все во Христа. Если говорю, что протоколы сиропских мудрецов слишком уж похожи на действительность, потому что все выполняется как есть в силах человеческих, то это не выдумка. Никакая это не царская охранка. Она только обнаружила, может, помогли выкрасть и прочее. Ну, даже не так. Чего умирать-то? Русский человек это бродяга. Русский человек это пьянь. Почему меня это не тревожит? Я говорю, да так. А тут прямо никак. И выходить на связь. Я ездил в Москву, передавал ему книги. Ни звука, ни ответа нет. То есть, это человек православный. Исключительно хорошо ко мне относился. Приезжал в Барнавул. Я его книги распространял. До губернатора края везде. И только одно слово сказал, что в это верят полукровки. Мгновенно он меня вычеркивает из всех списков и объявляет чуть ли не войну. Это болезнь. Ахавов синдром. Этим поражена еврейская нация. У нас была еврейка одна. Даже причащалась. Не была членом нашей общины. Но она увидела где-то что-то, я сказал. Я говорю, вот к евреям пришел Христос. Пришел своим и свои не приняли. Можно подумать, что Бог Егова ошибся и избрал еврейский народ. И когда перечисляется кровью наполненной Русалим от края до края. Что они делали? Кого из пророков не гнали отцы ваши? А они убили предосвестивших пришествии самого праведника Христа Иисуса. Как она взыграла? Это вы о евреях говорите. Да Христос еврей. Что бы ты ни говорила. Я там одному банкиру, главному банкиру. Книги даю. А вот он еврей. А у вас такие отношения, он вам помогает проще. Это непонятно еще, почему он помогает. Значит, он про ваши книги не знает. А вот если бы он увидел, как вы о евреях говорите. То есть она это. Я говорю, так она книга-то у него. Он уже читал ее. Читал? И она сразу. Я ни от кого не прячу ничего. У меня брать голыми руками можно. Все таятся где-то. А у меня книги вышли. Я весь в книгах. Я весь в интернете. Я разговариваю открыто. Я патриарху какие слова выговаривал-то. Ну, патриарх не обижается на меня. Может быть и не знает. Нет, что Кураев говорит. А Кураеву я сейчас не знаю сколько раз говорит. Ну, много-много раз. Десятка фраз. Он говорит, Игнатий меня по всем кочкам пронес. А дает обо мне самый высокий отзыв. Там самый знаменитый, великий там миссионер. Таким себя не считаем. Это его слова. А он меня по всем кочкам пронес. То есть, Смирнов, я говорю так, как и есть. Под часами сидит, говорит. Совершенно с писанием не сверяется. А на меня где-то высказался в Германии, там, с Артисон Татьяна, у Валентины Татьяна дочь. И она каким-то образом знакома или вышла в интернете на Олега Стеняева. И он там на меня что-то говорит. Я узнал это дело, проверил. Действительно так. На меня не подействовало. Я всегда отвечаю. Из современных, которые миссионерствуют среди других, самый лучший, Олег Стеняев. Так он против вас. А вот это мне не надо знать. А то он сказал, это я. Бог будет судить меня по моим словам, а не по тем словам, которые обо мне сказали. А почему так думаете? Почему он думает, не знаю так. Я могу сказать. Я лично знаю его. Он прижал по Теряевку, Олег Стеняев. Я был в больнице, когда он... Я говорил, с такого утром бы даже на народ бы не вышел. Все оплывшие. Выведи себя в струнку вот так вот. Вот. Как вы. Тогда было бы. Но о нем я отзываюсь. Он выходит с Библией в руках. Поэтому его ни с Осиповым, ни с Дмитрием Северномом сравнить нельзя. Он настоящий работник. Но когда начинают, вот обратились люди. Да вот в миссионерскую поездку, не миссионерскую, а в паломническую поездку, где-то с себя намертво не согласен. Никаких этих поездок не нужно в Иерусалим. Мне приезжали тут с Иерусалима. Мы бесплатно берем не один раз. Зачем я поеду? Я представляю, как я на перроне, там где-то. Я на автовокзале, там, в аэропорту доехал. Но еще я посмотрел. Что это мне прибавит? Я считаю. У меня такое воображение. Я рядом с крестом хожу. Я в той комнате, где Иуда. Я в Гефсинамском саду. Я считал, что жизнь святых у меня земля погорела под ногами. Я что, считаю? Я, как Виктор Геого писал, когда там битва прорыва от Орла, он, говорит, слышал ржание коней. И пороховой дым и запах крови. Я этого ничего не чувствую. У меня нет этого. Но я просто вхожу в эту обстановку. И я верю. Считаю отца Арсения, я говорю и плачу. А этого не было. Написано очень здорово. Этого не было отца Арсения. Не было. Но я выхожу на человека, как бы он был. И поэтому люди слушают, и они плачут. Это воображение. А мои знания здесь отсутствуют. Я знаю, его никогда не было. Это собирательный образ отец Арсения. Известно, кто написал. А там ничего нет. Это не было его. Это уже доказано. И так в любом вопросе. Хочешь с ним поддержать тонус этот, который у тебя получен здесь. Нигде не восставай против Слова Божия. Что я сказал. Сейчас будут искушения через мужа. Искушения. Муж и жену определенное время должны воздерживаться друг от друга. Накануне постный день воскресный. Праздников во время постов. Так что ничего не надо нарушать. И Господь благословляет. Откликаться на каждую боль. Плащи с плащущими. Радуйтесь с радующимися. Труднее радоваться. Болеть мы как-то сочувствуем. Меня просят. А вот радоваться с радующимися. Это большое искусство. Вот у них там радость какая-то. Человек этот против. Сказал там что-то где-то. Но мне сообщили. Она родила вчера. Я уже сразу встал на молитву. Московая Зина. Меня это не касается. Почему? Она никакого зла не сделала. Она прекрасная девушка. Но она не познакомила даже за кого решила выходить замуж. Она знает, что он мирской человек. Мирской. Но он согласился, чтобы достичь. Он пошел поменчался. Нам конечно обидно. Столько труда в нее вложено было. Но ничего. Это ее выбор. Поэтому для нас она не враг. Я еще о ней узнаю. На молитву поминаю. Она была подругой близкой Наташи Приходько. Та тоже поехала далековато. И только одно, чтобы ее мужа Валерия Бог умягчал сердце. Чтобы не было неуряди. Чтобы она была ему послушная. Вот. Детей воспитать трудновато ей там будет. Ну помоги Господи. Она вложила в лагерь столько. Любую покраску посмотришь. Это все Наташа на руках. Так и осталось. Трое уже ребятишек. А в свое время. Она была здесь работала. Вот так. Тоже о ней говорил. Если кто-то посватается. Она ему не отрубит. До трубы в лагерь стряхнет. Ну мы пережили. Вторая наша потеря большая. Но я не считаю потери. Я знаю, что Наташа обязательно о нас молится. И Виктор где бы не был. Ну придется тут со старшего. Если он не сможет быть. Старшего воспитателя убрать. Просто воспитателя. Володя избрать старшего воспитателя. Потому что он весь здесь. Вот так. А если он скажет. А я буду старшим воспитателем. Ну значит так и остается. Остается. И где может там и помогает. Руководство его. Без меня он меня заменяет. Поняла? В этом духовный настрой. Еще вопросы? Ну все пока. А? Все пока. Все пока. Пиши на бумажке. Виктор, вопросы? Ты во сколько лег спать? Вчера в 11-м часу. А встали? В 4.40. В 4.40. В 11 поздно. Нет, в 11-м. В 10 часов. В 11 поздно. Ложись в 9. В 9. Ты должен выспаться. То глаза покрасневшие никак. В 7 часов назначь себе до сна. А дальше смотри помаленьку. Опять возвращайся. На истощение тебе не надо идти. Я-то уже таков, как есть. Если ничего нет, то и у меня ничего нет. Никаких претензий. Никаких требований. Мы с тобой договорились, что у меня брат там запился. В Кольщиной. Мы сегодня, он все тут заброшено. У него набрали черемухи. И я попросил сестер сварили варенье. А мне охота ему банку отвезти. Он его любит. Ну маленький его как. Он всеми недоволен. Этот раз поехали, ему там несколько мешков пшеницу увезли. Вчера батюшка говорил, что Валентина, сестра, хотела передать ему помидоров. Ну вот захватить. К ней заехать потом. Заехать к нему. Он может не дожить до утра, но он живой. Сегодня повезешь меня? Во сколько? Вот сейчас позавтракай, на машину. Хорошо. Если ты согласен. Согласен. А ее можешь не спрашивать. Она тебе не жена. А в дальнейшем придется советоваться. Конечно. Если будет вершина. Вот. По крайней мере, хотя бы дать знать. Совет какой-то. У тебя поехал. Меня там искать. Все на этом. До свидания. Слишком ты с ней не советуешь. Это когда потратить деньги или еще что-то. А остальное заведется без твоего ведома. Все. Благодарю Бога еще раз. Ты дивно вели, Господи. Слава Тебя. Благодарю за это посвящение. Благослови брата Виктора и Иоанну. И что от Тебя-то устроит. И наших братьев-благовестников. Где они? Александра, Сергея, Валерия. Благослови. И к ним расположи сердца людей. Между ними да будет мир и согласие. Возврати их с миром. Господи Божий наш. Слава Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи. Идите, завтракать будем. Отсюда оставить. Нам это.